Отличная песня про маму Ребят, короче, я решила пока повременить с нашим гиевом, вот, с моим первым гиевом. Ой, какая песня. Ой, у меня аж слова вылетели. Короче, мам, ты поняла все. Я знаю, что ты меня смотришь. Ты мой главный фолловер. Так, вот, что я хотела сказать, что свой гиев я чуть-чуть отложила, не в дальний ящик, но в ящик. И вообще я подумала, что, наверное, вот этой косметикой, там, никого не удивишь, да, там, бытовой техникой, это все доступно, это можно купить. Но прикольно, наверное, будет, если я разыграю путевку куда-нибудь отдыхать, да, в теплые страны. Вот это будет интереснее, согласитесь? Господи, 80, 890 раз повторяю, я не с Костей, уже давно наши пути разошлись, как в море корабли, как самолеты в небе, как инопланетяне с людьми. Вот, мы по старой, ой, по старой, мы по, короче, мы по сторонам. Конечно, класс, вот, здорово, класс. Вот я знала, что вот это интереснее, потому что я, например, ни в одном гиве никогда не участвую, мне неинтересно, потому что косметику эту могу я сама купить, да, и у меня все, считай, платиновые карточки для, ну, скидочные, как бы, так же и у многих, да, потому что куда мы ходим? Это Ревкош, там, Золотое Яблоко, да, и Литуаль, вот. Бытовуху тоже, но я бы не хотела, участвовать в конкурсе, где мне сковородку подарят. А вот отдых, это уже абсолютно другая тема, согласитесь? Какой голос шлюханский. Да, мне часто говорят, что у меня очень соблазнительный, очень возбуждающий голос, интонация. Я даже иногда, там, с девчонками моржом, что секс по телефону могу хорошо зарабатывать. Какое бы шоу я хотела бы вести, но если так на минуточку задуматься, наверное, все-таки что-то связанное с жизнью, с отношениями людьми, людей, но чтобы это было правдиво, то есть, ну, о неправде зачем рассказывать? Ее, вот она, сплошь и рядом, а вот когда что-то... Вот она. Я не тяну эти ноты, так что выть не буду. Вообще, знаете, я вот сейчас задумалась, «Ёпарасите, вот почему я настолько позитивный человек?» Вот я могу поплакать, а потом я опять радуюсь. И вообще, у меня всегда хорошее настроение. Мне кажется, это очень классная тема. Мне надо вообще вести, наверное, свои тренинги. Как не сдохнуть, блин, от негатива. Вот честное слово. Еду я сейчас к себе в магазин, везу чистые, наконец-таки, коврики. Мы их постирали, вот. Плюс надо немножко поработать. Ну, у меня не из-за пятницы, у меня просто каждый день такое настроение хорошее. Няши-то, в тачку мне заглядывают люди. Думаю, «О, Господи!» Ты классная, спасибо. Ты в Москве живешь? Нет, я не живу в Москве, но в Москве я достаточно часто бываю. Достаточно часто. Классная ты, что не говорили? Что не говорили, согласна. Я классная. Краситься брюнетку будешь? Не знаю, ребят, я здесь подумала, знаете, очень много, две с лишним тысячи комментариев и очень много, да, мнений, в каком мне больше цвет краситься. Наверное, все-таки я сделаю еще отдельные посты с фотографиями, где я брюнетка и с фотографиями, где я блондинка. И вот где больше будет комментариев, лайков, ну, в такой цвет я и покрашусь. Дочка, дочка сейчас находится дома у бабушки. Там у нас приехали гости. Вот, сестричка ее приехала, так что они там веселятся. Я поеду туда завтра, потому что, ну, сегодня надо поработать. Ждем секси-фото. В смысле ждем секси-фото? Я не собиралась ничего выставлять сексуального. Саш, привет. Как думаешь, что это Блюмингранс розыгрыш делает? Это правда или развод? Я считаю, что это правда. Я видела, что она и первый розыгрыш сделал очень честный. Ее гипт прошел очень честно. Так что, ребят, кстати, вот ссылочка там есть у меня в сториз. Я бы не рекламировала мошенничество, так что подписывайтесь, участвуйте. Вот в 9 по Москве. Вот если у меня память не... Ну, я не ошибаюсь. Будет розыгрыш. У вас еще есть время. Не боюсь никуда влететь, потому что влетать некуда. Сумасшедшие пробки. У нас Калининград завалило снегом. Машины, я так понимаю, которые чистят дороги, их или просто нету, или они не справляются. Вот еще вопрос большой здесь. Вот. Какая марка машины? Ну, неудивительно, что очередной раз, очередной вопрос. Машина у меня Тойота. Вот. Марка у меня Тойота. Почему игнорируешь? Никого не игнорирую. Как долго с молодым человеком? С молодым человеком мы... Господи, а сколько мы вместе? Сейчас я задумалась. Четыре месяца. Уже четыре месяца с моей тигрой. Так, Дом 2 без тебя никакой скука. Слушайте, ну, на самом деле, да, я вспоминаю всякие моменты, как мы там ржали, наши искренние слезы, эмоции. А сейчас этого, к сожалению, нету. И я думаю, если не поменять формат кастинга, этого и не будет. Хотя я бы с удовольствием смотрела Дом 2, если бы там были не искусственные эмоции, а искренние. Теперь постоянно в Калининграде живешь? Да, я живу в Калининграде. Вот. Но в Москву никто не отменял мои поездки. Так что, ну, где-то раз в месяц я точно там недели, наверное, полторы-две. То есть, опять напополам разделила свои месяца жизни. Там твой Яба, смотри. Где мой Яба? Саша разговаривает, честно, нормально разговаривать, честно, не идет. Разговариваю абсолютно нормально с вами. Я не знаю, может, у меня какой-то динамик, который искажает голос мой. Но разговариваю, действительно, я, как всегда, разговариваю. Дочурка, все хорошо. Написала аж два письма Деду Морозу. Кстати, одно письмо у меня здесь. Вот. Забираю подарки ей до сих пор. Что-то вообще... Подарки? Ненавижу подарки. Так, как дела? Дела отлично, новогодним настроением, потому что Калининград осыпала просто сугробами снега. И на самом деле это очень все красиво, несмотря на грязь на дороге. Вот. Она не настолько ужасна. Была в светлом, конечно. Уже поставили елку? Да, уже давно поставили. Где я буду отмечать Новый год? Отмечать Новый год я буду дома, в кругу своей семьи. Ну, и я думаю, что уже где-то в час я буду спать. Вот. Как на личном фронте у меня. Фронт держим, фронт сильный, властный. Ну, конечно, мне немножко тяжело в том плане, что у меня сейчас такой мужчина, как бы я не боролась с ним в лидерстве. Побеждает он, и мне это нравится. Вот. Так что он... Прям чувствую себя девочкой-девочкой. Конечно, еще подрихтовать надо там немножечко, но он так-то уже вроде хорошо, как говорится. Вот. Так, с кем общаешься из дома 2? Боже, одни и те же вопросы, ребят. Мне кажется, даже вам уже неинтересно это все. Общаюсь я с Юлей Ефременков, общаюсь я с Настей Волонец. Это такие основные мои подружки из дома 2. Очень хорошо к ним отношусь, и очень жалко, что мы сейчас редко видимся. Как называется мой магазин? Мой магазин называется Гозияс, нижнее подчеркивание, шоп. Вот. Так, красавица, какой подход к воспитанию детей ты считаешь правильным? Ласкать и делать все, что пожелает, или же быть более строже? Знаете, я такая мама, я, во-первых, очень строгая, во-вторых, я не умею, наверное, правильно выражать свои эмоции. Ну, я имею в виду любовь. Но тем самым, наверное, мой ребенок растет не избалованной, ну, по крайней мере, со мной, конечно, она там с бабой, с бубу, она вся вот эта вот, вот у нее аж какие-то капризы, со мной такого нету. Она в 5 лет достаточно взрослая, смышленная и самостоятельная. Ребенка надо приучать к самостоятельности. Я знаю таких детей, которые уже в школе, там, в первых классах учатся, и они не могут даже ботинки себе завязать. Ну, это же тоже не дело. Так никогда к самостоятельности, ну, ребенок не приучится. Вещи у меня в магазине. Я не могу сказать, что дорогие. У меня вообще, в принципе, товар для средней, ну, для, как это правильно сказать? У меня очень приятные цены в магазине. Какие у дочки дополнительные увлечения? Спортом мы не занимаемся. Мы ходим на танцы, но я не считаю, что это какой-то там прям спорт. В будущем у меня есть планы, чтобы ее отправить в большой теннис. Вот. Занимаемся, нам очень нравится английский язык. И, к сожалению, мать ее не выучила английский язык в свое время. А вот дочка уже с пяти лет фигачит. И фигачит даже правильно произносит. Мне очень нравится это. Ты самая красивая девушка была на Доме-2, так я понимаю. Не самая красивая. Там были достойные личности, симпатичные. Я просто была принцесса. Перм, привет. Мужа у меня нету. Вот. Но с бывшим мужем, да, я общаюсь. Мы общаемся на фоне того, что мы мама, папа великолепной девочки Софии. Как бы, ну и на этом все. Наша встреча в силе. В смысле, какая встреча? Не поняла. Я вроде гадания не заказывала. Самая красивая и принцесса, это Марина Африка. Ой, ёппарас это, блядь. Ну, давайте вот в ту степь тогда. Вот. Владикавказ, привет. Спасибо за три ответа. О, даже три ответа. Это, конечно, от меня прям вообще. Капа выиграл квартиру. Но я считаю, что это нечестно. И вообще это как-то, ну, это резонанс. Что, в принципе, и стоило ожидать. Потому что все думали, ай, да выиграет Рапунцель, она беременна, ее пожалеют. И как бы как резонанс сделали вот эту историю. Но я вообще не поняла, почему должны голосовать вот эти вот участники Дома-2. Ну, как бы всегда голосовали зрители. И мы все-таки, Дом-2 всегда опирался на зрительскую симпатию. Мы же смотрим Дом-2, а не участники эти, которые ничего толком показать-то не могут. Как мой избранник относится к моей дочери, я их еще не знакомила. Но он мне так сказал, что все зависит от меня, от моей подачи этой ситуации. Как избавиться от Альфонса? Бросить его. Ну, ты что? Ну, бросить и все. И забыть, блин, перекреститься, как страшный сон. Вампирены шеи эти. Ой, как я не люблю Альфонсов. Боже мой. Как всегда, хорошо выглядишь. Спасибо большое. Хотела сегодня накраситься, но что-то опять полдня провалялась. Валялась и сил не хватило. Ты реально такая. Встретимся, заебешься, тратить на косметику. Дурочка, ты реально такая. Встретимся, заебешься на косметику, тратиться. Господи, вы дурные какие-то там. Сколько платье на Дом-2, не знаю. Ой, блин, сама-то давно была участницей. Такая прям умная. Слушай, ну, у меня одна извилина, ну, по крайней мере, эта извилина работала на... Я была рейтинговая участница, и с этим не поспоришь. Делала такие шоу, которые... Эти шоу, наверное, уже никто не сможет повторить. Так что я считаю, что моя одна извилина, но она очень крепкая, очень властная и достаточно сообразительная. А ты ездишь на... Что такое харьере? Дебильные комменты пишут. Согласна с вами. Ну, у людей, видите, они там рассуждают про чьи-то извилины, как бы, когда свои извилины не почищены. Вот. А я могу рассуждать о Доме-2 и о участниках, потому что я там пробыла, я пробыла там два года. Вот. И не просто пробыла Марина Африкантовая, которая сидит в тряпку, молчит, там вот это вот... Перебирание только... Перебиранием занимается. Магадан, привет. Блокирую их. Слушайте, если начать заниматься блокировкой долбоебов, ну, их количество не изменится, они все равно будут. Они все равно заходят в мой прямой эфир и начинают писать гадости. Я просто, ну, как бы, усмехаясь над этими людьми и не более того, мне все равно. Иркутск, привет. Зачем ты всех замечаешь? Ты сама не лучший... Зачем ты всех замечаешь? Не поняла. Я не претендую на красоту Африки. Челябинск, привет. Ты симпатичная. Спасибо. Так, кто должен выиграть, по твоему мнению? Ты же была на доме 2-2 года. Ну, я считаю, что надо было дать квартиру. Это лично мое мнение о Лене, потому что у Алены не очень приятная жизненная история сложилась. Да, ее бросил мужчина. Бросил мужчина, будучи беременной. У нее долбанутая сестра. И как бы, ну, я считаю, что это некрасивая история на всю страну. Но мне эту девчонку искренне жалко. И она так боролась за эту квартиру. Ну, можно было ей дать. Не понимаю, почему ты решили так. Я уверена, что это даже не участник. Вот. Потому что там всегда так решают, как надо. Хорошая, умная ты, Сашуля. Спасибо. Есть вот и нормальные люди. Да, нет, я тебя не пропущу. Привет. Привет, привет, привет. Привет. Красотка, спасибо. Очень много слов-паразитов. Разговариваешь неграмотно. Прям фу. Серьезно? Ребят, посоветуйте, пожалуйста, курсы для развития речи. Да, наверное, так будет правильно сказано. Где убирают слова-паразиты. Пожалуйста, вот напишите мне в дерев. Вы сделали замечание, так помогите человеку стать лучше. Вот напишите мне. Я обязательно, ну, пойду на эти курсы. Помоги, советам, ответь, пожалуйста. Давайте. Бери мне, пожалуйста, я тебя порву. Рви себя, в первую очередь, наверное. Потом уже других. Ты очень красивая девушка. Просто прелесть. Спасибо большое. Еду на работу. Вот. Решила работать, поговорить самому. У меня места даже нет на парковке. Вот это беда. Мне нравится твоя бойкость. Рома честно выиграл. Да, мне вообще, ребят, ну, честно, плевать, кто там выиграл, кто не выиграл, честно или нечестно. Как бы, ну, это уже та история, которая меня никак вообще не касается. В Москве мне надо было срочно уехать с Москвы. Я это делала незамедлительно и очень старательно, чтобы план мой был коварный. Сейчас, опа, проехали. Что решила подарить дочери на Новый год? Решила подарить, значит, куколки Лол никто не отменял. Это уже у нас как в традиции. Вот. А еще я купила такую классную штуку, там надуваешь пузырики, и, короче, можно делать животных. Я вот эту штучку ей купила, а потом увидела, что даже по телевизору это реклама. Вот. Так что, видимо, может быть, я не ошиблась с подарком. Вот. Еще какие-то поняшки там вышли, какашки. Вот. То есть еще вот поняшек. Я думаю, что мы ей купим. Я куплю. Вот. Я не понимаю, вот они что вообще ездят за мной? Я ему место уступаю, вот люди. А, ну вот эту ее это еще. А, ну эту тоже встала. Тяжеловато, конечно, с нашей парковкой здесь, с местной. Это просто вот. Еще когда грязная машина, это жопа. Ни хера не вижу. Так, немножко. Извиняюсь. Я пытаюсь припарковаться. Надеюсь, у меня это получится. Молодец, девочка. Проедет от машины, проедет. О, проезжает. Отлично. Отлично. Ой, если они уедут, вообще будет супер. Так, зачем сидеть в эфире и слать ее нахуй? Дебилы. Согласна с вами полностью, вообще не понимаю. Так, почему не отвечаешь? Отвечаю, была немножко занята. Пыталась припарковать машину, чтобы не ударить никого. Вот у меня получилось вроде неплохо. Так, привет из... А зачем? Она пищит. Машина пищит, это работают парктроники. Бля, какие паскудные комментарии пишут. Бабы, фу, святые такие. Ребята, я скажу так. Вот кто святые? Я очень рада, что вы такие хорошие люди. Я не святая. Мне нравится жить и косячить. Косячить и жить. И меня абсолютно не волнуют ваши молитвы и ваша какая-то там правильная жизнь. У меня есть своя жизнь, в которой я очень-очень счастлива. И дай бог так будет продолжаться всегда. И я в эту святость, как вы, не подамся никогда. Вот. Дочка дома. Зачем оскорблять, господи? Ну вот, ну есть такие люди. Ну пусть оскорбляют. Так, Саша, борьбу не хочешь Софу отдать? Слушайте, она и так дерется нормально. Нет, не хочу. Это уж сто процентов. Вот, не хочу. Не нравится мне, конечно, стоять вот так вот. Не буду браться отсюда. Так, Саша, с наступающим тебя. Всего самого лучшего. Спасибо. Саша, как забыть бывшего, найти нынешнего? Это самый элементарный способ. Ну а если серьезно, то, наверное, просто надо занять себя делом. Вот. И тогда все там вот эти вот бывшие, небывшие, они вообще уйдут на другой план. Готовить ненавижу готовить. Софийка хотела хвост русалки, да, и вот мне его еще осталось купить. Все. Будет у нее хвост русалки ее. Так, на что телефон ставишь? А у меня такая штучка специальная есть. Вот, вот, вот на него я ставлю телефон. Ой, дядя будет уезжать. Я бы так хотела на их место, но я ни хера не вижу вот в своей машине. Ой, как хорошо. Ну я желаю, но я бы хотела вон туда встать все-таки. Мужик, пожалуйста. Ладно, понятно. Походу, дело не получится у меня, то, что я хочу. Саш, ну ты хороша, молодец. Идешь по жизни со своей политикой. Ну а как по-другому? Если по жизни идти не со своей колокольни, то, знаете, как бы хорошего ничего не получится. Да, 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 автоклипер, вот, да, фигня для телефона в машину, да, да, вот, типа, вот я на нее и, да, вы поняли. Вот. Есть, видимо, не умеешь. Ой, долбоебка ты. Ой, господи. Не умею, не умею, да. Так, первое. Привет, Коржик. По машинам. Привет. Моя танцует 26, пусть все знают. И что, что ей 26, не понимаю. Передумала краситься в черный. Я уже сказала, что на самом деле очень много комментариев. И я вот не определилась до сих пор, в какой цвет хочу покраситься. Из-за этого я напишу плюсы и минусы блондинки, так как я ей являюсь сейчас. И плюсы и минусы брюнетки. И вот мы с вами определимся, где будет больше лайков и комментариев. В такой цвет я и покрашусь. Мне кажется, это прикольно. Погода прикольная, зимняя, снежная. Прям мне наргавится. Какие люди злые все. Ну да, вот, вроде сказка, вроде должно быть настроение новогоднее. Но, к сожалению, у людей, кроме злобы и каких-то вот гадостей, в голове нету ничего. Светлые тебе лучше. Ну, я понимаю, что светлые лучше. Но минусы в том, что мне постоянно приходится светлые краситься. Из-за этого вот такие вот потом концы вот сухие такие, некрасивые. А я люблю волосы. Я когда брюнетка, у меня волосы, знаете, такие вот прям, блин, капна лошадиная. А ты не злая? Нет, я не злая. И у меня, в принципе, злости-то никогда и не было. Вот. Я просто могу отвечать. И отвечать гораздо грубее, нежели мне. И не бояться ездить. Права есть. Как перебороть страх? Да, просто садишься вот в час пик. Как я вот в Москве начала ездить. Я очень боялась этого движения, потому что в Калининграде движение абсолютно другое. Я вот села в час пик вот и поехала. Салость пипец вообще. У меня жопа уже деревянная. Я вот за этим рулем вот так пару дней поездила. В Москве теперь езжу лучше любых мужиков, как говорится. Сашка Промокашка клевая такая. Спасибо. Я спала с Костей. Да дай бог тебе удовлетворение в этом случае. Ты одна живешь? Да. Да. Одна. Ну давай, мужик, уезжай. Я хочу на твое место. У тебя много магазинов? Нет, у меня один магазин. Вот. Пока с ним справляюсь. Ну, конечно, у тебя будет деревянная, когда ты ездишь на дровах. Ёб твою мать. Ребят, посоветуйте, не дрова. Вот это какая машина? Расскажите, пожалуйста. Есть мечта перед Новым Годом. Быстрее встретиться с тигрой хочу. Это не мечта, это просто желание. Я уже соскучилась. Так, какое любимое блюдо? Слушайте, я русская девушка. Я очень люблю пюрешечку. Люблю котлеточку. Люблю оливьешечку. Вот это вот прям моя слабость, как говорится. Вот. Это я все люблю. Давай, мужик, рви. Все, я дождалась своего места. Не хочу вставать посередине колеи, потому что кого-то занесет, и меня могут очень сильно долбануть. Из-за этого вот лучше дождаться хорошего места. Чем плохого? Все, отлично. Как говорится. Так, где ждешь парковку? Жду на ББЦ. У нас здесь постоянная проблема с этой парковкой. Приходится вот так. Саша, сколько вы весите? Весец много. Это твоя конь. Господи, есть сайт твоего магазина. Да, конечно. Гозиас, нижнее подчеркивание, шоп. Ты очень-очень-очень клевая телка. Отлично. Телка вот именно. Спасибо. Так, Саша, ты одна единственная, кто читает мое смс. Так приятно. Спасибо. Не за что. Спасибо. Все, ребят, я, короче, пошла на работу. Будем работать. Вот. Всем до встречи.